Весь мир стал свидетелями страшного эксперимента по изменению человеческого сознания, который проведен на одной седьмой части Суши в отношении 140 миллионов человек. И ужас этого эксперимента состоит в том, что это одно из главных преступлений ныне действующего в России режима. Это именно этот эксперимент, когда абсолютное большинство населения страны стало жить в виртуальном пространстве. Естественно, понимаете, человек обычный человек, обыватель, который не занимается политикой, политтехнологиями профессионально, экономикой, социальными исследованиями. Таких абсолютное большинство, который не ездит в другие страны. В России на самом деле очень мало людей ездит за рубеж постоянно. По статистике, когда-либо были за пределами Российской Федерации, точнее за пределами бывшего Советского Союза, за этими пределами было около 20% населения России хоть один раз в жизни. А несколько раз за границей, в дальнем зарубежье так называемом, было около 80% населения. То есть вот оно, это даже не 84%, это на самом деле 90%, то есть есть еще 6%, которые нигде не были, но могут мыслить самостоятельно. А вот все остальные мыслить не могут и нигде не были. Они знают о том, что происходит в мире за пределами страны исключительно из картинки с телевизора. То есть телевизор создает реальность полностью. Вы, наверное, обратили внимание, что очень трудно беседовать с людьми, которые заражены этим вирусом, которые считают, что аннексия Крыма была правильной и спасла население этого полуострова от насильственной украинизации. От смерти на самом деле. Да, от смерти, потому что туда же уже ехали бандеровские поезда правого сектора для того, чтобы вырезать все население Крыма. Русскоязычное. Да, да, да. Вот. Для тех, кто считает, что карательные батальоны украинских олигархов вырезают русскоязычное население на Донбассе, и цель карательной операции вырезать и уничтожить русскоязычное население или заставить их говорить по-украински. Вот. Люди действительно в это верят. И у них очень трудно к ним подобраться, потому что у них реальность создана от а до я. У них собственная вселенная, в которой функционируют какие-то герои, антигерои, которые с реальными людьми не имеют вообще ничего общего. Можно вспомнить целую сагу про Коломойского, который собирался взорвать какую-то там атомную станцию, по-моему, в Запорожье. Вот. Собирался взорвать Днепрогресс. Вот. А, Путина убить пытался. Почему? И из-за ошибки технической, когда Боинг малазийский, эти самые наводчики Коломойского спутали с бортом номер один Российской Федерации. А это целый цикл передач. Немористических? Нет, не юрмистических. Это НТВ, это пятый канал Российской Федерации, передача «Моменты истины» Карауглов. Вот. И это и на «России-24». То есть, понимаете, вот это такой миф, да, вот, который формируется всеми федеральными каналами российского телевидения по частям. То есть, это как пазл, да. Каждый канал в эту общую картину мира добавляет свою частичку мозаики. И человек, который смотрит российский телевизор все эти каналы, они же смотрят не один канал, вот, у них и создается вот эта вот альтернативная реальность. То есть, да, про того же Коломойского, там, одну сказку рассказал один канал, другую, другой, третью, третий и так далее. И в результате в сознании россиян... Они все же обманывать не могут. Да, да, мы же смотрим разные каналы. А разные каналы говорят вроде бы разную информацию, но на самом деле это не, во-первых, это не информация. Да, то есть это, они не могут быть никаким источником. Вот, это создание виртуальной фейковой реальности, в которой, естественно, могут быть какие-то элементы правды, для того, чтобы, ну, люди же могут захотеть проверить. Вот. А все остальное там будет именно, вот, ложь типа распятого мальчика. Кстати, на днях, да, ведущая первого канала российского телевидения объяснила, как попал этот сюжет. Она считает, это же, говорит, была настоящая беженка, и это был ее настоящий рассказ. То есть, это не была наша инсценировка. Ну, правильно, пойдите, докажите, что это была инсценировка, вы это не сможете сделать. Вот, что она заранее звучила, этот текст, да. И, ну, и что, она настолько сошла с ума, и женщина сошла с ума, потому что она видела все эти зверства украинских карателей. Хорошо, не было распятого мальчика, но были другие зверства, видя которые, женщина сошла с ума и рассказала нам эту историю. Вот, то есть, они с удовольствием признаются в своем абсолютном непрофессионализме, абсолютном, да. Как журналисты, они себя просто размазали сами, но не признаются в том, что это срежиссировано. Вот, то есть, для них не важна правдивость информации, естественно, да. И важно только то, как эта информация укладывается в генеральную линию партии, и какой эффект она производит на телезрителей. Чем больше крови, чем более страшные сюжеты. Ну, Геббельс, принцип Геббельса, да, чем страшнее ложь, тем больше в нее верят. И мы видим, как это работает. При Геббельсе это работало в отсутствии телевидения. Там политика делалась через газеты, через выступления на массовых митингах и через кино. А в кино люди все-таки ходили, ну, раз в неделю, да, максимум. Это был праздник. А сейчас люди приходят с работы и садятся перед телевизором. Телевизор у них выступает фоном при их домашних делах. Даже если они думают, что не воспринимают информацию, они ее все равно воспринимают. И вот эта мозаика, пазл, да, пазл все равно складывается. И вот в данном случае, что страшно, что весь мир, в том числе и каждый африканский диктатор оставшийся, да, и Ким Чен Ын в Корее, и любой авторитарный правитель в мире видели, насколько это эффективно. И я не сомневаюсь, что у каждого из них сейчас существует огромный соблазн. Ну, Ким Чен Ыну это не надо, просто у него другая система, да, государство абсолютно авторкично. Ну, не абсолютно в экономике, но как бы вот в информационном плане это авторки. А любой другой авторитарный правитель сейчас стоит, да, перед огромным соблазном этот эксперимент повторить, вот, настроить. Ведь дело в том, что это очень хороший способ продлевать существование режима. Навязывается, да, навязывается вот такой особый путь, якобы мы особая цивилизация, которой вообще не нужны эти западные ценности. Что России вообще не нужна демократия, да. Непонятно вообще, что нужно России, кроме ядерных боеголовок, нефти и газа. А кто, собственно, если вы урезаете, если вы сейчас поднимая бюджет на оборону, урезаете бюджетные расходы на медицину, образование, кто вам будет делать эти ядерные боколовки, да, и эти закончатся, другие вы не купите. Вот. То есть ради самосохранения режим запускает процесс, на самом деле, распада общества. То есть его полной деградации, да, по-настоящему феодального состояния. Это, вы знаете, вот мне кажется, что у менеджеров, которые сейчас, так сказать, выполняют задачи, поставленные нашим полетбюро, нашим, так сказать, глубинным государством, вот, есть две настольные книги. Первая настольная книга – это 1984 Оруэлла, а вторая настольная книга – это День опричника Владимира Сорокина. То есть вот если взять эти две антиутопии и перемешать, да, то получится то, что строится сейчас в России. И на этом пути они совершают все больше ошибок, все больше действий, которые, ну, в общем, тот путь, который они выбрали во время третьего срока Путина, да, который начинался с болотных протестов. Вот этот вот путь консервативного русского мира, особого пути, да, вот этого консервативно-патриархального общества, где, кроме всего прочего, еще культивируется этничность такая, ну, как, есть гражданская идентичность, да, есть вот гражданская нация, есть нация, так сказать, этнокультурная, то есть когда, точнее, этнокультурное понимание нации. На самом деле этнокультурной нации не существует. Собственно, это вот то, что пришло к нацизму. Вот эта часть идеологии пришла к нацизму, да, с представлением о том, что нация – это люди одной крови. И на этом пути неизбежно начнут бегать с черепомерками, измерять, соответственно, количество чужой крови, цвет ваших глаз, да, форму ушей, ну, и чем это заканчивается, всем хорошо известно. Вот. Идеология разделенного русского мира – это все то же самое на самом деле. Потому что на каком основании Гитлер аннексировал судеты, да, захватывал? На том основании, что там живут немецкоязычные, немецкоязычные, да, населения. Вот. И, в общем, здесь то же самое, где живет русскоязычное население, да, только здесь еще с черепомеркой не бегают. А русский язык уже, русский язык на территории соседнего государства, уже повод думать об аннексии какой-то части территории, где эта группа русскоязычного населения компактно проживает. А почему, почему вообще, вот, Владимир Путин вот решился на это? Что ему не хватало? Вот, может, он бы мог бы направить эти деньги, именно там, сделать лучше, там, с экономикой, как-то, пустить какие-то социальные нужды? Ну, дело в том, что эффект, да, эффект от направления денег в какой-то реальный сектор экономики или в социальные нужды, он эффект отложенный. Он будет прочувствован обществом через несколько лет. А нужно было срочно и сейчас, потому что, соответственно, там, оппозиция от просто массовых сборов на Митину перешла к массовым сборам более узким кругом. То есть началось структурирование гражданского общества в России. И этот процесс нужно было срочно остановить. Как это сделать? И тут подвернулось, ну, в принципе, любой эксперт бы сказал, как это сделать, как повысить рейтинг, да, посмотреть, где был пик рейтинга. Значит, нужно совершить какую-нибудь очередную маленькую победоносную войну. Только где? На территории Российской Федерации победоносные войны все вроде бы уже закончились победоносно, да. Грузия на нас вновь нападать не собирается. Латвия, там, Литва и Эстония, где... Не ведутся тоже. Да, не ведутся. И вот тут происходит Майдан, которого, я так понимаю, на который не рассчитывали в России. И дальше происходит, соответственно, вот этот вот, начинается Майдан. И пропаганда Российской Федерации, особенно низовая, вот то, что идет в блогах, в социальных медиа, надо сказать, что российская пропаганда, вот что в России сейчас реально сильного, вот эта пропаганда, она пронизывает абсолютно все слои медиа. И малые медиа, да, там, социальные медиа, соответственно, большие, вот телевизор, они все работают в едином ключе. И вот в этих социальных медиа уже с декабря прошлого года прошло обоснование того, почему Украина должна распасться на две примерно равнозначные территории. Только одна будет вот это вот западенченные, да, ну, соответственно, вот до Киева, где одно сельское хозяйство, как писали блогеры, пропагандировавшие эту идею. Вот, а индустриальный Юго-Восток и Крым образуют единое государство, новое государство Новороссия. А для тех читателей, кому не нравится Путин и его режим, предлагалось, предлагалось такой вариант, что вот, наконец-то, русские люди, это будет Россия без Путина. Вот она будет, ваша Россия без Путина, Новороссия. Там будет какой-то другой президент, и вы, это будет... Все же хорошо. Да, это будет новый шанс для русских, вот так, новый центр, так сказать, точка сборки русской нации, да, и так далее, в общем, пропаганда, вот таким образом это разворачивалось. И, видимо, вот именно под это и был запущен, была запущена вот эта военная инфильтрация в Крым, ведь, если вы вспомните, как проходило принятие Крыма в состав Российской Федерации, в каком аврале это все делалось. Невероятная спешка, и с какой помпезностью, так, чтобы утвердить это все, унизили именно всю Украину. Это было видно, видно, что это экспромт, что что-то другое не получилось, потому что сначала референдум был, по-моему, там, на мае, по-моему, назначали, да, потом на конец марта, потом на середину марта, чтобы срочно-срочно все, да, чтобы оно никуда не ушло, не дай бог, вот, чтобы там украинское правительство ничего не сделало такое, чтобы Крым, вот, так сказать, оперативно вернуть. Вот эта вот конференция в Харькове должна была оформить эту самую Новороссию, что, соответственно, Янукович, президент, да, он легитимный, вот мы признаем Януковича легитимным, и отделяемся вот в отдельное государство, а, соответственно, наша цель там потом, ну, и до Киева дойти, и так далее, да, вот. Вот. Но, как известно, Харьковская конференция по каким-то неведомым причинам сорвалась. А как на нее надеялись в России? Ее же транслировали по центральному каналу, вот этот позор транслировали в прямом эфире, центральные каналы Российской Федерации. Они ждали чего-то другого. Они ждали какого-то, вот, выйдет Янукович, видимо, да, и скажет, да, я там, вот, я беру власть в свои руки, вот, у нас вот такая легитимная страна, у этих хунта, вот. Но он почему-то не появился. Но его не пустили вроде бы. И все это, да, я тоже слышала эту версию, что какие-то люди его просто не пустили туда. Вот. И в результате Новороссия посыпалась. Вот это вот мирное присоединение, отсоединение Новороссии от Украины, да, все. Вот. Оно, и, соответственно, дальше уже пришлось принимать, захват, аннексировать Крым, чтобы он никому не достался, да, вот, чтобы он не болтался так просто. Они же туда уже вошли, судя по медалям, да, которые там с 18, с 20 февраля, да, вот. И пришлось, значит, и пришлось дальше с помощью вот тех методов, которые мы видим действовать. Ну, смотрите, как, ну, уже дело сделано вашей пропагандой. Вы сами говорите, это одно из немногих вещей, то, что вот в России хорошо. Да, вот только не умеют делать, да. Да. Ну, а как теперь это менять? Значит, да. Не настолько ли вот уже вот закостенело это вот сознание? Вот. Есть такой миф, такое убеждение, я считаю это мифом, что если Россия на протяжении многих веков была, ну, фактически рабовладельческой страной, да, страной крепостного права, вот, что Советский Союз во многом продолжил эту традицию. И, соответственно, вот тот режим, который сейчас сложился в России, ну, попробовали демократию, да, вот у нас, вот оно опять выросло. И это российское клеймо, которое, вот Россию не переделать, это действительно особая цивилизация, да, те люди, которым это не нравится, ну, наверное, они должны куда-то уехать, потому что это население неисправило. Ну, вот есть такая легенда, и даже, ну, круглые столы проходят на темы того, что у россиян есть прививка от демократии. И выпускаются научные труды, ну, которых люди пытаются обосновать, что россияне и демократия, это вещи несовместны. Вот, я считаю, что это не так. А вот по поводу того, что россияне не хотят демократию, они, да, они не хотят свободы, они не хотят самостоятельно мыслить и никогда не будут хотеть. И что Россия эффективно может развиваться только при авторитарном и тоталитарном режиме, вот, вот это вот убеждение, это может быть преодолено, но для этого должны быть некоторые условия.